Привет! С вами Ира, гид в шляпе, и прекрасный ветер, поэтому сколько продержится у меня эта шляпа на голове сегодня, я не знаю. Но речь пойдет сегодня о самом центре города, о том месте, которое вы видите впервые, приезжая в город на поезде. Скорее всего, вы приедете на вот этот московский вокзал. Итак, то место, где мы сейчас находимся, называется Пески. В народе, естественно, и издревле. Дело в том, что здесь когда-то на этом месте было древнее Литариновое море, очень древнее, и была намыта песчаная гряда. Поэтому здесь, в городе, вот если взять в среднем территорию Петербурга, самое высокое место, которое никогда не затапливалось. Известен случай. В 1724 году было наводнение. Ну, к слову, про наводнение. В Петербурге ведь их было за всю историю огромное множество. Считается, что более 300, ну то есть сколько лет городу, в среднем одно такое значительное наводнение в год. И самых сильных, конечно, было не так много. Ну, в 1824 году, в 1924, там еще 1777 затесался. Невозможно здесь стоять в шляпе, ну вот никак, она не держится на голове. Спасибо прекрасному ветру. Так вот, я когда своим туристам обычно рассказываю про самые значительные наводнения в истории города, вот это 1924 год, он такой красной нитью, и поэтому многие говорят, ну что же, у вас тут скоро 2024. 24-й, спасибо, у нас есть дамба. Но раньше дамбы не было. Поэтому в 1724 году, это еще правление Петра I, главный генерал-полицмейстер города Граф Дивиер, который приказал во время наводнения складывать все вещи на вазы и везти их сюда, именно вот в эту часть города, на песке, в район древней новгородской дороги. А дело в том, что по этой песчаной гряде, как раз вот по этой возвышенности, эта новгородская дорога и проходила. Строили ее еще задолго до основания здесь, Петербурга, и шла она от Великого Новгорода, вела к селу Спаскому. Село Спаска – это примерно современный Смольный, ну если так, ориентировочно. То есть поселения здесь были, естественно, задолго до основания Петербурга. А впоследствии в этом районе построили церковь Христорождественскую, и поэтому территорию стали называть Рождественской, и появились улицы рождественские, которые сейчас мы все знаем с вами как советские. Пески – такой был отдельный район с определенным своим колоритом. Даже в XIX веке, когда писали письма, могли на конверсии указывать Пески, шестая улица, дом такой-то, квартира такая-то. И почтальоны все знали, о каком доме идет речь. Долгое время здесь был, ну скажем так, глубокий загород. Даже несмотря на то, что Невский проспект, который вот он здесь проходит, стали строить с момента основания города. Известно, что строили его с двух сторон. Получается, от Адмиралтейства этим занимались в основном пленные шведы с той стороны, а с другой стороны монахи Александра Невской лавры. Ну и вот здесь, в районе современной площади Восстания, Невский проспект, который должен был, он уже тогда назывался большой перспективной дорогой, он должен был по задумке быть абсолютно ровным, он не сошелся. Ну и там, по легенде, Петр I был очень разгневан и приказал наказать монахов монастыря, якобы за то, что они неправильно построили. Но пытались Невский выровнять с помощью современных гончарной и тележной улиц, которые стали называть Новоневским. А вот эта часть Невского, соответственно, которая отходит в ту сторону, стала называться в народе Староневской. И по сей день называют ту часть Староневским, хотя он абсолютно не более старый, а скорее даже по своей постройке чуть более новый, чем основная часть Невского. Так вот, прикол в том, что когда-то после постройки та часть Невского была платной, потому что это устроили монахи в Александра Невской лавре, потому что они считали, поскольку мы построили ту часть, значит, и дорога принадлежит нам. И взимали плату за проезд. По тем временам очень большие деньги. Конно, если ты ехал на лошади, ты платил 3 копейки, если небольшая телега 5 копеек, из кареты могли взимать до 20 копеек, что по тем временам было очень дорого. Но потом это отменили. Известный факт, что здесь когда-то на месте вот этой стелы стоял памятник Александру Третьему, его автор Паоло Требецкой, который, кстати, работал здесь, на Староневском, ему там оборудовали целое пространство, построили мастерскую, в которой он на протяжении 7 лет трудился над этим памятником. И надо сказать, что считается, что это портретное сходство императора, причем у лошади тоже портретное сходство, потому что использовали ту самую лошадь, на которой когда-то Александр Третий ездил. Но в итоге получилось, что получилось, поэтому фольклор пополнился такими прекрасными стихотворениями, как типа... Ну, версии там самые разные. На площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте абормот, на абормоте шапка, на шапке крест, кто угадает, того под арест. Или другой вариант. Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот и так далее. В царской семье тоже этот памятник вызвал, ну, скажем так, споры, разные мнения Александру, пардон, Николаю Второму, который, в общем-то, памятник своему отцу и ставил, не понравилось, зато вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая жена Александра Третьего, наоборот, ей понравилось, и она сказала, что портретное сходство соблюдено, все хорошо. И, в общем, народ по большей части этот памятник высмеивал. А сам Паула Трубецкой, он был, в общем-то, не в почете после этого случая. И сам он говорил об этом, что он изобразил одно животное на другом. Одно время Николай Второй хотел памятник этот отправить в Иркутск, ну, короче, в ссылку в Сибирь. А потом его перенесли. Когда в 1937 году эту площадь реконструировали, его все-таки отсюда сняли и отправили в Русский музей. Там, в общем-то, сейчас он стоит во дворе мраморного музея, мраморного, пардон, дворца. Во время войны и блокады все памятники пытались спрятать. Их либо закапывали в землю, ну, скульптуры, я имею в виду, либо закрывали досками, бревнами и мешками с песком. Так вот, даже место было выкопано под вот этот памятник, но он настолько был тяжелый, грузный, что люди физически не смогли его там поднять, как-то переместить и спрятать. Поэтому его накрыли бревнами и песком. Но это единственный был памятник, тем не менее, который получил во время блокады прямое артиллерийское попадание, но тем не менее не был разрушен. Вот такая у него, скажем так, непростая судьба. Есть проект реконструкции, что якобы здесь хотят поставить обратно этого Александра Третьего, но, честно говоря, не уверена, что это хорошая идея, если они это осуществят. Современные такие уже очертания площади восстания, которая когда-то называлась Знаменской, стала она приобретать, когда построили вокзал, то есть началось развитие железной дороги, а с этой стороны построили гостиницу, которая также изначально называлась Знаменская, потом Большая Северная, просто Северная, ну и все мы ее сегодня знаем как Октябрьская. Развитие железной дороги – это тоже отдельная тема, потому что когда здесь построили этот вокзал, Константин Тонн, главный архитектор, а также Железевич этим занимался, они использовали прототип, скажем так, любой западноевропейской ратуше. Ну и в таком неоренессансном стиле построен этот вокзал. Когда его только-только построили и открыли, туда можно было заходить только снимая головные уборы. Но при этом никаких удобств не было, отдельного багажного отделения тоже не было, не было ничего. И люди поначалу, они не просто не хотели, они страшно боялись только-только появившихся поездов, потому что, ну, первая ветка железной дороги, как известно, появилась в Витебский вокзал, Царское село, затем Павловск, но от современной площади Восстания в Москву это вот уже как раз-таки вторая ветка. И чтобы как-то привлечь людей к использованию железнодорожного транспорта, делали разное. Например, на паровоз впереди устанавливали специальный орган, который играл музыку. Называли красивыми названиями, типа там Лев или Орел, сами эти паровозы. И первые несколько дней после открытия железной дороги проезд на ней был бесплатный. Ну, тоже соответственно, чтобы как-то наладить пассажиропоток. Когда прошел первый поезд с царской семьей, Николай I, как считается, очень боялся проезда по мостам. Давай перейдем на ту сторону потихонечку. И перед мостом поезд останавливался. Император выходил, переходил пешком, далее переезжал поезд, опять садился, и дальше ехали вот так вот до следующего моста. И такая поездка заняла 19 часов. Ну и, естественно, для пассажиров тоже не было никаких удобств. Во-первых, не было деления на классы вагонов. Они представляли собой просто такие, ну как бы типа товарный вагон, только со скамейками. Но потом появились классы. Так вот, появились классы. Первый класс, это, ну, естественно, самый прекрасный. Поставили там диваны, по два человека на диван. Но, тем не менее, этим все удобства ограничивались. Нет, это невозможно. Во втором классе были более-менее удобные скамейки, но в третьем уже, так, особо ничего не было. Освещение было свечное. Отопления не было вообще. Поэтому для пассажиров первого класса устроили, ну, типа грелки, кирпичи. Нагревали, клали их в специальные коробы. Эти коробы размещались под ногами у пассажиров. Но на станциях кирпичи меняли. Тем не менее, пытались наладить отопление. И в первую очередь устроили изразцовые печи однажды. Но до конечной станции не доехала ни одна из этих печей. Все они развалились в пути. После чего смекнули, что лучше все-таки чугунные. И сделали там уже чугунные. Но и отделений для пагажа отдельно не было. И, в общем, очень долгое время путешествовали так. Но даже, даже несмотря на это все, железная дорога становилась все более популярной. Потому что, ну, аналогов ей просто не было. И так быстро добраться до каких-то населенных пунктов, других тоже раньше, ну, просто не могли. Ну, а на месте вот шайбы, как в народе называется, вот этот вот выход и вход, соответственно, в станцию метроплощадь Восстания, когда-то находилась Знаменская церковь. Вот почему вот этот... И гостиница Знаменская, и площадь называлась Знаменская, и улица Восстания называлась тоже Знаменская. В общем, много всего тут было Знаменского. Архитектор Демерцов. Некоторые исследователи писали раньше его фамилию как Темерс, считая, что он обрусевший англичанин. Но на самом деле никаким он обрусевшим англичанином не был, он был русским, и происходил из крепостных князей Трубецких. Ну, просто талантливый юноша, который выбился, так сказать, из грязи в князи, ну, типа архитектора Воронихина, по проекту которого построен Казанский собор, он тоже был крепостным Строганова. Ну, там считалось, что он его внебрачный сын, но это уж совсем другая история. Ну, вот точно так же Демерцов. Он творил в Петербурге практически 40 лет, построил много всего, но в основном его все постройки не столь известны. Но церковь эту снесли, когда понадобилось, когда в Ленинграде уже строили вовсю метро, понадобилось, соответственно, где-то место для выхода, но и в атеистическое, так сказать, советское время, зачем нужны эти церкви? Лучше построить совершенно утилитарный, полезный объект, что, в общем-то, и было сделано. Поначалу, как, в общем-то, и с железнодорожным транспортом люди боялись спускаться вниз, потому что ассоциация у людей наших с подземельем только одна. В землю зарывают покойников. Ну и вот каким-то образом, чтобы опять-таки привлечь посетителей метро, были построены очень красивые станции. Вот почему наше метро считается одним из самых красивых в мире, если не самым красивым, между прочим. Ну а сейчас, в наше время, трудно поверить, что когда-то, например, вход в метро был по бумажным билетам, типа как в театр, но увеличивался пассажиропоток, и это уже просто было нереально заходить именно таким образом. Потом появились монетки для входа метро и так далее. Ну и если мы взглянем на вот это прекрасное здание, которое тут занимает практически целый квартал, это гостиница, сейчас там часть занимает бизнес-центр, и всякое разное. Когда-то, еще в XVIII веке, именно на этом месте находился слоновий двор. Слонов доставляли из Персии, из Индии, дарили императорам. Их было, ну, несколько десятков на самом деле в какой-то момент. И первый слоновий двор находился на фонтанке, где сейчас у нас находится цирк. Но потом их стало, еще подарили там 14 слонов, и места там стало мало, стали искать новое. И нашли вот здесь, на песках. Вот буквально здесь. Выстроили здесь сарай из дубовых бревен. Огородили это место, написали «Ее величество, слоновья охота». Слонов, кстати, содержали по-царски. Для того времени кормили очень редкими и очень дорогими продуктами. Ну, например, сахарный тростник или просто сахар. В XVIII веке просто вот есть, ну, для нас сейчас это в порядке вещей, но что такое сахар, сахар-песок, он есть у каждого дома. Можно, конечно, его не употреблять, но, тем не менее, это привычный продукт. В то время это была редкость и роскошь. Так вот, слонов кормили и сахаром, кормили гвоздикой, корицей. 40 ведер виноградного вина в год на одного слона. В общем, видимо, слонам было очень хорошо. Отсюда их выводили погулять. За слоновьим двором, чуть дальше, куда мы сейчас подойдем, находился слоновий пруд, где их купали. Но их в том числе выводили купаться и на Неву. И вели по слоновей же улице, которая сейчас называется Суворовским проспектом. Вот здесь параллельно он начинается и идет в ту сторону. Соответственно, для людей это была диковинка. И горожане сбегались на слонов поглазеть. Ну, я думаю, что и сейчас, если по улицам начнут водить каких-нибудь слонов, все тоже обратят на это внимание. Но мы-то все примерно знаем, как они выглядели. А для людей XVIII века в данной местности это выглядело, ну, уж совсем диковинкой. И поэтому русский язык обогатился глаголом, который мы все с вами знаем, слоняться. Ну, то есть, так сказать, шляться без дела. Впоследствии слонов, ну, оставшихся в Петербурге, отправили в Царское село, а здесь место освободилось. Ну, и вот город развивался. Если раньше это был такой глубокий пригород, то впоследствии, особенно когда появился вокзал, это уже такое место значимое стало. Поэтому выделили участок под строительство, ну, скажем так, доходное место. Но первый владелец как-то это проигнорировал. И место досталось графу Стенбокфермору. И вот он уже оказался таким предприимчивым товарищем. И построил здесь такой первый доходный дом. Это даже не была гостиница. Поначалу это был вокзал через С. Не вокзал, а вокзал. Аналогичный такой вокзал был открыт первым в Павловске, как известно. Это, ну, как бы в нашем современном понимании, это не совсем то место, в котором пассажиры ждут поезда. Это более такой прообраз современной филармонии. То есть музыкальный зал, зал для развлечений с рестораном, в том числе с казино. Здесь все это было. И только потом уже следующая владелица открыла здесь гостиницу на 85 номеров. Но к вопросу про доходность, опять же, раньше не было понятия купить квартиру. Если у тебя были средства, ты мог купить участок земли и построить для себя, ну, пожалуйста, особняк. Вот почему в Петербурге или не только стали строить у тех, у кого, естественно, были средства. Доходные дома. Кстати, средства зачастую были не у знатных, как могло бы показаться на первый взгляд, а именно у купцов. А, кстати, мы тут прошли вот это все здание. Я не сказала, там в самом начале, где буквоет. Сейчас это просто вход в здание и магазин. А раньше там когда-то была арка, ну, раньше, в смысле, в 20 веке, которую устроили специально для сквозного проезда. Ну, казалось бы, что такого сквозной проезд? Вот здесь тоже есть арка, и туда въезжают машины. А в ту арку въезжали не машины, а трамвай. То есть проложили трамвайные пути сквозь здание. Вот одно время здесь трамвай ездил прямо сквозь гостиницу эту. Так вот, возвращаясь к доходным домам. Ты строил себе этот доходный дом и начинал сдавать жилье. Сдавать квартиры, отдельно комнаты. Было такое понятие даже, как сдавать, ну, и снимать угол или койку. Порой углы могла снимать запросто семья из пяти человек. Ну, потому что очень дорогое жилье в столице Российской империи, а альтернатив никаких просто нет. И можете себе представить, в каких условиях порой жили люди. Вот. Например, у того же Пушкина или, скажем, Достоевского не было никакой финансовой возможности, хотя они дворяне, купить себе какое-то жилье. Поэтому они всю жизнь снимали. Вот. Ну, а у Достоевского начинается произведение «Преступление и наказание» с чего? С того, что Раскольников выходит там, где он снимает комнатку от жильцов. Ну, то есть, это субаренда. Условно, я снимаю квартиру и несколько комнат могу сдавать. Могу сдавать еще какой-нибудь угол. Так вот, возвращаясь с этим вопросом гостиницы, естественно, всем хотелось побольше денег. «Лучше иметь доходный дом на Невском или, по другой версии, в принципе, доходный дом в Санкт-Петербурге, чем золотые прииски в Сибири». Это появилось не случайно. Последний, один из последних владельцев вот этой гостиницы перед революцией, барон Фредерикс, что он придумал? Он разделил большинство номеров, ну, кроме тех, которые, ну, такие, скажем так, уровня лакшери. Основные все номера он разделил еще дополнительными перегородками на кучу маленьких клетушек, чтобы побольше, опять же, сдать и побольше получить денег. А потолки здесь достаточно высокие, поэтому дополнительно все номера были разделены перегородкой типа на два этажа. Ну, то есть, кто-то снимал комнатушечку, если это можно вообще так назвать, и у тебя под условным потолком полокна, а кто-то снимает такую же комнатушечку, только у него под полом полокна. Ну, то есть, вот такие вот непонятные углы. И тем не менее, простые, какие-то небогатые чиновники, студенты, и просто бедные люди снимали. И даже такие клетушки, скажем так. Ну, а после революции здесь одно время располагалось в здании гостиницы государственное общество призора, сокращенно ГОП. жили малолетние безфризорники, и не только, и опять-таки считается, что здесь, на Лиговке, зародилось такое понятие, как гопник, потому что все эти безфризорники, естественно, промышляли воровством, плюс близость вокзала, женщины с низкой социальной ответственностью, то есть, можете представить, какое прекрасное здесь было когда-то место. А мы идем по Лиговскому проспекту, где когда-то протекал именно Лиговский канал. А мы идем прямо, да. Когда устроили в летнем саду фонтаны, еще при Петре I, возникла потребность в воде, соответственно, в питании этих фонтанов, а никаких насосов не было. Тогда была придумана система, ну, скажем, так, система водяных сосудов. С Дудерговских высот, где протекает река Лига, был проложен вот этот вот канал. И тек он именно здесь. Первый накопительный бассейн, я скажу, где он был, вот буквально в двух шагах от этого места находился. И, соответственно, Лиговский канал очень долгое время существовал и здравствовал. Пока не произошло наводнение в 1777 году. Это время правления Екатерины II. Вот во время этого наводнения были разрушены все фонтаны в летнем саду. И императрица не пожелала их восстанавливать. Ну, то есть, она не отдала подобный приказ. Посчитали, что это дорого. Ну, как бы и зачем. И все. И те фонтаны, которые есть в летнем саду, вот на данный момент, часть из них восстановлена, но это уже в новейшее время. Ну, соответственно, фонтаны разрушены, потребность в канале как бы отпала. И во всех этих бассейнах. Ну, плюс наши люди, которые сначала пили из канала, вода здесь была достаточно чистая. Дальше они стали относиться к этой водяной артерии достаточно халатно, как, впрочем, и ко всем остальным. И скидывали сюда мусор и сточных вод много. В общем, он обмелел. И такая была, ну, сточная канала, скажем так. В итоге, наконец-то, этот Лиговский канал был засыпан и на его месте проложили Лиговский проспект, который, в общем-то, здесь гораздо более целесообразен даже сейчас. А мы проходим мимо исторической больницы. Вот это вот здание, это больница имени Карла Рауфхуса. Ну, что ж, попытка номер пять надеть шляпу. Не знаю, вроде ветра нет практически, хотя я не уверена в своем этом решении. Ну, что ж, так вот, больница это одна из первых педиатрических больниц в Российской империи. И Карл Рауфхус считается врачом, одним из первых педиатров, ну, соответственно, тоже в Российской империи. Он был достаточно талантливый врач, и на него обратил внимание попечитель Мариинского ведомства Петр, принц Петр Альденбургский. Это тоже отдельная личность, которая требует внимания, но я о нем еще скажу. Врач этот, безусловно, был талантливый и увлеченный своим делом. Даже о нем коллеги писали следующее. Один из врачей ординаторов этого заведения, ну, то есть не больницы это, а где он раньше работал, доктор Рауфхус, человек еще молодой и недавно сюда поступивший, занимается специально трупосечением умирающих здесь младельцев и составил уже по настоящее время, хотя и немногочисленное, но весьма замечательное собрание анатомопатологических препаратов. Ну, в общем, такой энтузиаст, ученый он был, занимался исследованием и дабы улучшить протоколы лечения детей. И Альденбургский профинансировал его деятельность, его отправили на стажировку, ну, точнее, даже не стажировку, а скорее это был обмен опытом в разные лечебные заведения Франции и Германии. И, вернувшись оттуда, стали строить вот эту больницу, непосредственно сам Рауфхус руководил ее строительством, он сам проектировал помещения, помогал, делал какие-то свои замечания. Я там внутри не была, но, судя по отзывам, которые я находила, даже сейчас там помещение, ну, вот, планировка максимально продумана именно для лечебного заведения. Была устроена очень современная на тот момент вентиляция и увлажнение воздуха. Много вы знаете больниц, где есть специальное увлажнение воздуха, а это вторая половина 19 века, так это на минуточку. Ну, и, соответственно, самые разнообразные подходы к лечению детей, самые современные использовались. Была прототипом, ну, скажем так, не прям скопирована, но использовали идеи строительства больницы Шерите в Берлине. А больница Шерите, ну, достаточно известное название, думаю, даже для тех, кто не уникал, год ее основания 1710. Ну, сначала она была основана как чумной лазарет, ну, и дальше это прям вот такое знаковое место в лечебном мире. Образцы мебели, оборудование и планов вот этой вот гостиницы, полугости, гостиницы, больницы поехали на выставку в Брюсселе, где заняли почетное место и одну из высших наград получили. А потом они же побывали на выставке всемирной в Париже и там тоже соответственно получили еще одну награду. А Рауфхус, он действительно ну, такой был фанат своего дела, он, между прочим, добился того, чтобы здесь, вот рядом с больницей, не ездили ломовые извозчики. Что такое ломовой извозчик? Если, ну, скажем так, на нашу современность перейти, то это грузовики с дальнобойщиками. То есть это такой тяжелый транспорт, который для перевозки соответственно тяжелых грузов на дальние расстояния, который, естественно, гремит. Ну, и вот он добился того, чтобы здесь эти ломовые извозчики не ездили и не тревожили покой больных детей. А сам вот принц Петр Ольденбургский, который занимался тоже благотворительностью, он не только спонсировал строительство этой больницы, еще многих других заведений в Петербурге. Он имел, во-первых, практически царское происхождение. Там его получается мать, это внучка Николая Первого и Евгения Багарне. Евгений Багарне это пацанок Наполеона. А отец или я путаю или это отец, правнук Павла Первого, ну то есть непосредственное отношение он имеет к царской семье, он был женат на Ольге Александровне, дочке Александра Третьего и соответственно сестре Николая Второго. Брак был политический, ну скажем так, по расчету, никакой там любви не было, и тут ну есть разные скажем так теории. По одной из версий считается, что Петр очень любил Ольгу и долгое время пытался добиться ее расположения какой-то вот любви, чтобы их жизнь наладилась, но тщетно. А Ольга писала прошение постоянно своему брату Николаю Второму, чтобы он дал разрешение на на развод. Он очень долгое время не соглашался на это, но в итоге согласился, они развелись. Ну а по второй версии у Петра Альденбургского была несколько нетрадиционная ориентация, точнее сказать совсем нетрадиционная, но естественно это тоже сыграло роль, что не сложилась их семейная жизнь. Вот. Несмотря на вот эти все версии, можно сказать одно, что человек был незаурядный для своего времени, он очень увлекался науками, он очень много вкладывал средств своих личных в развитие всяких научных исследований и занимался благотворительностью в Петербурге, много всего построено было на его деньги. Ну что ж, а мы тем временем подходим к другому объекту нашего сегодняшнего путешествия, это вот БКЗ Октябрьский. Заканчивайте переход. Так, ну что, у меня интересная шляпа сейчас опять будет слетать с головы. Смысл ее держать на голове, в общем, смысла никакого. С момента основания города Петербург, естественно, как все знаете, приезжали самые различные иностранцы, потому что у Петра Первого не было никаких предрассудков на этот счет, а талантливых людей, у которых была конкретная профессия, он очень любил. Приезжали в том числе и греки. Среди греков и Средиземноморья и не только было очень много моряков, специалистов по строительству кораблей, а эти все специалисты Петру Первому были очень нужны. И первая греческая слобода возникла в районе Мойки современной миллионной улицы, то есть в той части города рядом с Адмиралтейством. Но пожары 1730-х годов в той части города, когда там масса домов выгорела, они просто выгнали греков, так сказать, оттуда, из той слободы, потому что ее просто не стало, и они переселились вот сюда, в этот район на Пески. Здесь до сих пор проходит рядом греческий проспект. А на этом месте когда-то находилась греческая церковь, но именно потому, что была греческая слобода, и где всем им молиться. Ну, вот здесь, в этой церкви. Это был такой однокупольный храм в неовизантийском стиле, очень красивый, очень богатый, вмещал 2000 человек, а внутри там паникодила на 200 свечей, мрамор, белый, красный, в общем, все было по-богатому. Вот. И храм этот постигла та же участь, что, в общем-то, и многие другие храмы в нашем городе его снесли в 60-е. Когда сносили, нашли под храмом склеп. В этом склепе металлический гроб прижал, а в гробу металлическом саркофаг деревянный с телом забальзамированным, богато одетым. Ну и, в общем, по вот этим всем признакам вокруг этой мумии пришли к выводу, что там лежит Дмитрий Бернадаки. Это достаточно выдающаяся такая личность для своего времени. Он был крупным промышленником, у него были сталилитейное производство, винные откупа, в общем, много всего такой владелец фабрик, заводов верфей пароходов, и на его средства вот тот храм строили, греческую эту церковь, почему, собственно говоря, в склепе под храмом его и захоронили впоследствии. При нем в Российской империи появились первые мартеновские печи для выплавки стали, например, он это в том числе финансировал, а помимо вот того, что он вкладывал в развитие промышленности, он еще интересовался искусством, например, на его деньги рисовал некоторые свои картины Карл Брюлов, он давал суды, например, он сужал некоторые средства Николаю Васильевичу Гоголю, а тот за это сделал его прототипом, во втором томе «Мертвых душ» есть такой благодетельный капиталист Константжогла, так вот Бернадаки был его прототипом, ну, другу Пушкина на щеки, но он тоже сужал, в общем, видный был человек для своего времени, а потом, когда вот после взрыва церкви его тело нашли, там дальше мутная история, куда-то его растащили, что-то нашли в исследовательских центрах, потом, но через время удалось найти его останки и перезахоронили уже в Некрополе мастеров искусства Александра Невской лаври, ну, а на месте церкви построили вот концертный зал, чисто такое советская постройка, почему именно здесь есть легенда, абсолютно не подтвержденная, ну, скажем так, никакими документами, был такой секретарь обкома КПСС Романов, ему принадлежит идея постройки вот этого вот концертного зала, сделали, идея есть, сделали проект, все уже было готово, но не знали, где строить, и якобы этот Романов с кем-то еще проезжал в машине, и зашла речь о том, где строить концертный зал, у него спросили, где, а он махнул рукой, сказал, да вот здесь и строите, и махнул он в сторону греческой церкви, и якобы после этого ее снесли, а концертный зал построили, но это не точно. Вот эту скульптуру, которую мы прошли, она называется Октябрь, это точнее не восстановленная, а воссозданная скульптура, первую такую сделали в 20-е годы, а вот это уже, ну, скажем так, копия той скульптуры. Почему Октябрь? Потому что и строительство концертного зала, и вот все, что здесь связано, посвящено 50-летию Великой Октябрьской революции. И фриз бронзовый, который идет вот по фасаду этого здания, там тоже показаны события Октябрьского восстания, а скульптор, который делал вот этот фриз, а не Кушин. Он же, ну, чтобы вот ассоциировать его, кто это такой, он автор памятника Пушкину, который у нас стоит на площади искусств. И памятника Ленину, который стоит на Московской площади. Но поскольку вот этот вот такой микрорайон, это как раз микрорайон, посвященный грекам, греческой слободе, истории греков в Петербурге, вот тут стоит еще один знаменитый грек, вот ему памятник Иоанне Скоподистрия. Сам памятник здесь поставили в 2003 году по инициативе правительства Греции и греческие общины на него скинулись. Это еще такой один выдающийся греческий деятель, который творил здесь, в Петербурге, творил, работал на благо, так сказать, нашей Родины. Кстати, он первый президент Греции. Но там история такая, он был с богатой семьи и стал строить, скажем так, дипломатическую карьеру, хотя изначально он врач по образованию, и он работал врачом на военных кораблях под руководством адмирала Ушакова. А впоследствии он уже перешел на дипломатическую службу, работал в Министерстве иностранных дел вместе с Ниссельроды, и даже сопровождал Александра I в его различных командировках, хотела сказать. Ну да, сопровождал Александра I в качестве начальника канцелярии, очень важная и такая приближенная к царю должность. Ну а затем вспыхнуло в Петербурге греческое восстание и Каподистрию обвинили в, скажем так, в грекофильских настроениях во время этого восстания, поэтому его отправили. Ну не совсем прям сослали, но отстранили от двора, он уехал в Грецию и стал нам первым президентом Греции, но ненадолго, потому что потом был убит группой заговорщиков. Вот, а мы пришли в прекрасный, да, он же прекрасный сквер, особенно сейчас, в середине ноября, когда здесь тотальная грязь, но не страшно. Некрасовский сквер, вот именно на этом месте когда-то находился первый накопительный бассейн, который, пойдем туда, который, в общем-то, служил тому, чтобы дальше с остальной системой бассейнов питать фонтаны летнего сада. здесь рядом проходится улица Некрасова, когда-то она называлась, соответственно, бассейная, и у маршака именно тот самый рассеянный ходит по той самой бассейной улице, которая сейчас Некрасова. И вот мы дойдем, здесь стоит бюст Некрасову, его поставили в 20-е годы, тоже 20-го века, и у Некрасова есть такие строки, если уж упоминать его. «Не сочувствуй ты горе людей, не читай ты гуманных книжонок, но не ставь за каретой гвоздей, чтоб вскочив накололся ребенок». О чем здесь речь? Причем здесь какие-то гвозди за каретой? К вопросу развития транспорта в Петербурге вторая половина 19-го века это просто весело, потому что такое количество самых разнообразных повозок, карет и прочего, естественно, запряженных лошадьми, и вообще количество лошадей на улицах города, такого не было никогда, ни до, ни после. И, соответственно, экипажи побогаче, а почему я сказала бюст Некрасову, если тут ему памятник? Ну, ладно, да, тут памятник Некрасову. Так вот, возвращаясь к каретам. Кареты побогаче всегда имели на запятках лакеев, ну, как правило. Вот. А кареты победнее, которых было подавляющее большинство в городе, никаких лакеев не могли себе позволить. Но там все равно был выступ, на который забирались мальчишки и путешествовали таким образом. Это как в 90-е, очень часто у нас на трамваях любили ездить. Вскакивали, и тоже очень быстро добираешься до другой точки в городе, не оплачивая проезд. Ну, и владельцы этих карет, чтобы мальчишки не запрыгивали, в общем-то, снабжали это место гвоздями и разными шипами. И вот, собственно, об этом Некрасов и пишет. Но вообще развитие транспорта происходило достаточно хаотично. Не было толком никаких правил дорожного движения. Все ездили как хотели. Поэтому было множество пробок и множество аварий. И много кто попадал зачастую под лошадь. Когда устроили первые такие общественные кареты, они вмещали в себя 20 человек. Для багажа места не было. Поэтому багаж складывали на крышу. Расписание транспорта было, но его никто не соблюдал. Потому что пока эта карета не набьется вот сюда отказа, он не поедет. Общественных остановок, вот как сейчас четко фиксированные остановки, их тоже не было никаких абсолютно. Точнее, эта карета останавливалась там, где хотела по первому требованию. то есть если кто-то садится, если кому-то надо выйти в любом месте. То есть ну и плюс внутри можно себе представить эту атмосферу, особенно зимой. Потом появились амнибусы, тоже, скажем так, сильно комфортом не отличались. Даже называли их по аналогии «обнимись» или 40 мучеников. Ну, потому что пока ты доедешь, тебя сомнут. А вот такой был транспорт во второй половине 19 века. А мы сейчас жалуемся, что нам неудобно ездить. У нас сейчас есть прекрасное метро, и не только. По сравнению уж с теми временами все достаточно комфортабельно. Но еще одна точка, которую я бы хотела вам сегодня напоследок показать, это вот этот вот прекрасный, даже не здание, это комплекс зданий, который занимает целый квартал. Это дом бассейного товарищества, очень знаменитый дом в Петербурге, потому что аналогов, скажем так, ему просто нет. К вопросу про жилье и про доходные дома, как я уже говорила, в Петербурге только в конце, только в конце 19 века, ну и в начале 20-го появилась возможность получить, ну и скажем так, не получить, иметь свою квартиру. Какое классное солнце. В чем была суть? Люди, у которых были некие средства, могли объединиться в товарищества, скинуться, построить на эти деньги дом, и, соответственно, доли, которые, ну, которые каждый человек вносил, получали свою квартиру. Вот так получилось и здесь. Собралось товарищество, причем архитектор Зазерский занимался непосредственно вот и постройкой, и товарищество это организовал. это начало 20 века, уже построили окончательно этот дом в 1914 году, и он, он в принципе сразу был недешевый, потому что здесь даже на черных лестницах, не только в парадных, были устроены лифты, здесь было водяное отопление, здесь была отдельно прачечная устроена, и горячая вода была, и даже был такой интересный прикол, как пылесосная станция, то есть в стены квартир были вмонтированы соответственно трубы, в отверстие в стене в своей квартире ты вставлял шланг и мог пылесосить, ну то есть для начала 20 века ничего тебе так инновация, но еще этот дом примечателен тем, что это единственный дом в Петербурге, где использованы для украшений в барельефах ассирийские мотивы, там вот такие всякие странные ну и люди, и не только люди, тут если походить и рассматривать очень занятно, напомню, что Ассирия это древнее месопотамское государство, которое существовало 4000 лет назад, это территория современного Ирака, ну вот мотивы того древнего государства были здесь использованы, а больше таких домов в Петербурге просто нет, ну и потом через буквально три года случился 17-й год, жильцов уплотнили, как, впрочем, и везде, поэтому, к сожалению, им недолго оставалось наслаждаться своими прекрасными просторными квартирами, из знаменитых здесь проживала Наталья Бехтерева когда-то, это известные ученые в области исследования мозга, ну и молодой актер Олег Василашвили тоже какое-то время здесь жил. Ну что ж, вот такая самая небольшая вершина айсберга под названием район Пески сегодня, потому что если пойти в ту сторону, там еще много всего можно рассказать, возможно, будет в следующих видео, а может быть будет что-то еще другое. С вами была Ира Гет в шляпе, если хотите индивидуальную экскурсию, вы можете мне написать, мои контакты есть в описании к этому видео, будет еще много интересных историй, всем спасибо, всем пока.